Безусловно, конкуренция приводит к улучшению качества, увеличению ассортимента. Все это борьба за спросы потребителя. И не только внутри страны. Но это если только речь идет о здоровой и добросовестной конкуренции. Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз сыров с двух белорусских предприятий. Речь идет о продукции Ашмянского сыродельного завода и филиала по производству сыров Рогачевского МКК. За наличие в продуктах незаявленного консерванта Натамицина. Ранее по этой же причине Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении девяти белорусских предприятий как мясной, так и молочной продукции. В Минске заявляли, речь идет о контрафактной продукции, произведенной в России или других странах и ввозимой в Россию под видом белорусской. Еще немного фактов и цифр, которые говорят сами за себя. Высокое качество белорусских продуктов отметили почти 80% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Постоянно приобретают продтовары наших брендов около 50% респондентов. Чаще всего покупают молоко, молочные продукты, а также мясо и колбасы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова